13 августа во всем мире отмечают День левшей. Эта дата появилась 23 года назад по инициативе британского клуба левшей. Таким образом, участники сообщества решили привлечь внимание производителей к необходимости учитывать потребности этой категории людей. А самое главное – обратить внимание на детей, которых стремятся переучить. Как относятся к маленьким левшам Нарин Марьям узнавала Любовь Пермякова. Роман Гринько-Левша. В этом году малыш пойдет в школу. Скажи, тебе удобно левой рукой писать? Да. А никогда не пробовал правой? Пробовал. И что? Получилось что-то? Плохо получается. А левой как получается? Хорошо. Мама Романа рано заметила, что ее малыш особенный. Как только начал игрушками играть, мы заметили ложечку, как стал звучать, что сразу левой рукой. Мы переучивать даже не стали, что ему удобно. Мы узнали у специалистов, сказали, что переучивать не надо. И как ребенок начал, пускай так и продолжает. В садике нам предлагали, что может, ну давайте как-то попробуем. Мы отказались. Родители переучивать ребенка отказались. И по словам психолога, правильно сделали. Родители, ни в коем случае, ни при каких условиях не переучивайте детей писать на правую руку. Что происходит? Значит, происходит дисбаланс в работе мозга. Отсюда психологические нарушения в виде неврозов, в виде раздражительности. Значит, успеваемость падает у ребенка. Они воспринимают себя не как все. Я не как все. Ему это внушили. У ребенка нет индивидуальности. А у этого человека, человеческого будущего, будет индивидуальность. И почему ученые говорят, это высокоталантливые дети. Их надо развивать. Кстати, и в Министерстве здравоохранения с этим согласны. В одном из документов от 1985 года есть рекомендации, которые до настоящего времени никто не отменял. В документе говорится о запрете в переучивании леворуких детей и снижении требований при оценке каллиграфии почерка. У леворуких детей допускается вертикальное написание букв и их наклон влево. И если почерк у левшей может не соответствовать каллиграфическим требованиям, в плане творчества левшам нет равных. Говорят, что левши – они очень творческие люди. Творческий человек, да. Он очень любит рисовать. Он как-то в каких-то все время сцен как-то... Ну, там все вот как-то в творчестве его. Какой-то вот физический труд – это не для него. Именно творчество только. А что тебе больше-больше всего нравится делать? Мне рисовать. Может, художником станешь, да? И это еще не все достоинства левшей. Так вот, все мы знаем, что левая половинка мозга отвечает за правую сторону, а правая половинка мозга – за левую сторону нашего тела. Функции правого мозга, они вообще безграничны. Они настолько всеобъемлющие. Сюда входит, во-первых, опыт. Это интуиция. Это шестое чувство. Сюда входит эмоциональное восприятие человека. Право, леворукие дети, они хорошо чувствуют эмоции другого человека. Затем они очень детально видят узнаваемость лица. То есть это будущие физиогномисты, будущие психологи. В Наринмаре, по словам психолога Надежды Удиной, большой процент леворуких людей. Есть даже целые семьи. У нас исключительная семья. Получилось так, что мы все левши за исключением папы. Мама, я и сестра. А вот маму, например, переучивали раньше? Маму переучивали. То есть она теперь пишет правой, все остальное делает левой. Леворукость девушки никогда не смущала ее одноклассников. Татьяна – успешная молодая девушка. В школе училась на 4 и 5. Получила юридическое образование, закончила ведущий юридический луз России, Московская государственная юридическая академия имени Олега Емельяновича Кутафина. Таня, а так в детстве никто не обижал, да? Ну так не обзывали, там ребята как-то нет? Нет, вот даже никогда не замечала и не обращала внимания левша и левша как-то. Ну так само по себе все хорошо. Только постоянно учителям когда рассаживали, мне надо с этой стороны сидеть, я левша, запомните. В современном мире техника и оборудование построены для удобства праворуких людей. А вот для левшей очень редко производятся особенные вещи. О потребностях леворуких людей напоминает день 13 августа. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал Север.